Не мог пройти мимо такого экспоната на выставке Стройдор Экспо. А вот представлена машина, которая утверждается, что она новая. То есть невооруженным глазом? Невооруженным глазом. Я просто... Перекрашена. Вы мне расскажите, как это можно назвать новой машиной. В общем, Рустам мне будет помогать и будем сейчас пробовать ездить. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Подошел я к очередному стенду. Все его наверняка уже видели. Ролик по нему был. Снял я этот сочиненный самосвал в Москве буквально две недели назад. Вот прошло две недели. Мы опять встречаемся с Сергеем Николаевичем уже на выставке Стройдор Экспо в Челябинске. Сергей Николаевич, ну, наверное, читали отзывы, смотрели? Ну, любое. Мы, как говорит наш технический директор, открыты для критики, но не для критиканства. Еще раз хочу сказать, эта модель опытная. Она только пока проходит испытания. Будет еще масса доработок и так далее. Мы обязательно учтем все замечания, которые написали зрители. И все через какое-то время, когда пустим машину в работу, я думаю, Константин еще раз снимет. И будет тогда уже более ценное видео. Да, я от себя еще раз добавлю, что были и положительные отзывы. То есть люди писали, как хорошо, что у нас что-то делается, продвигается. И вам, безусловно, как производителю, то есть Тонару, плюс то, что вы нашли средства, создали эту машину, дорабатываете ее, и со временем, ну, можно только пожелать вам ее как можно скорее внедрить в производство. Ну, мы привлекали специалистов международного уровня, все надо доработать. Больше для дорожно-строительных инструкций можно плавать на грязи. У них дорожные... будем на их территории уже... Давай. Давай, классно. Так, идемте дальше. Не мог пройти мимо такого экспоната на выставке Стройдор-Экспо. В общем, вездеход, причем сочлененный или с прицепами, я так и не понял пока. Но представитель компании, наверное, сейчас расскажет, да? С удовольствием. Виталий осмотрен, обиджали. Откуда вы, из какого города? Город Курган, предприятие Моби Дик, которое занято производством вот таких машин. Это снегоболотоход для осложнений и дорожных условий, для полного бездорожья. Я уже задал Виталию вопрос по поводу расположения елочки. Я думаю, сейчас на камеру еще раз расскажет. Ну, то есть, традиционно как бы непривычно видеть, да, такую елочку в обратную сторону. А для чего так делается? Ну, практика показала, что при таком расположении елочки движение вперед по снегу и воде более эффективно. Поэтому на передних колесах стоит обратная елочка. Подкачка здесь реализована от системы выхлопа? Нет. Здесь компрессор стоит обычный. А вот вам, как специалистам в этой области, задать хотел вопрос. Просто многие изготовители подкачку реализуют от выхлопной системы. Да. А никак все-таки остатки какой-то сажи, масел? Они резину не разъедают? Разъедают, но не так сильно. Ну, то есть, это не критично. Виталий, сразу смотрю, непонятно. Система привода. Здесь бортовой привод, дифференциальный поворот организован. Иди. А привод колес за счет чего идет? Цепной, что ли? От бокового редуктора бортового цепной привода. А, то есть цепь, все правильно. Тут вот редуктор. Все, я понял. И вот центральный привод моих вал тормозится суппортом вот этим. А цепь от чего использовали? Цепь обычная. А, но все-таки это не зачлененник, это просто прицеп. Это просто прицеп. Ну, вездеход, скорее всего, плавающий, да? Разумеется. Интересная машина. Вижу мотоциклетные амортизаторы в сидениях знакомые. Совершенно верно. А, у меня на Юж-Юпитер-3 такое похожее стояло. Лебедка. Коробка автоматическая. Двигатель приоры. Управление, два рычага и педаль газа, все. Но от этой выставки-то все-таки что ждете? Вот от Стройдор-Экспо. Нужная выставка? Ну, разумеется. Ненужных выставок не бывает. Мы показываем вновь и вновь наш товар. Рассказываем о его возможностях. Заместитель министра здесь был. Смотрел ее. Одобрил. Дал распоряжение своим подчиненным, чтобы они прорабатывали вопрос о контактах, о закупках. Продолжаю знакомить вас с участниками выставки Стройдор-Экспо. Компания Политранс. Екатерина. Добрый день. Здравствуйте, Константин. В этом году удалось только трал привезти, потому что вся техника раскупается и буквально, как горячие пирожки, уходят с завода, прямо из конвейера. Вообще это парадоксально, но постковидное, наверное, можно уже сказать, или ковидное наше существование, оно привело к тому, что почему-то все производители отечественной спецтехники, они просто загружены сверх меры. Все раскупается на корню и, по-моему, на несколько месяцев вперед. Я знаю предприятия, у которых нас еще год уже до весны и все продано. Это действительно так. Сейчас у нас доукуплектовывается продажа уже февраля месяца, то есть производство уже до февраля полностью забито. Я компанию Политранс знаю, наверное, уже лет 15. А вообще с какого года завод существует? С 2000 года завод находится в Южноуральске, офис находится в Челябинске. По результатам 2020 года мы попали в десятку производителей прицепной техники. В настоящее время в ассортименте компании находятся высокорамные, низкорамные бортовые полуприцепы, также лесовозы, ассортиментовозы, контейнеровозы, которые были поставлены в количестве 34 штук в Амурский ГПЗ, которые открыли пару месяцев назад. И на наших контейнеровозах контейнеры с сжиженным гелием будут транспортироваться дальше в ХАБ на Дальнем Востоке. Накождается генеральный директор ООДСТ «Урал» Евгений Анатольевич Горелый. Почетная грамота Министерства промышленности торговли Российской Федерации награждается заместитель директора Ассоциации «Роспесмаш» Вячеслав Вадимович Пронин. Я хотела бы пригласить на сцену Ковальчука Егора Викторовича, заместителю губернатора Челябинской области. Друзья, коллеги, действительно очень от имени губернатора Челябинского области Анатольевича Декслера, от себя, лично от правительства региона, рад приветствовать всех сегодня здесь. Действительно, надеюсь, вам понравится не только выставка, но и в принципе Южный Урал. Что касается выставки, безусловно, она удалась. Обход это показал. Он продлился почти на два часа дольше, чем планировалось. И это показатель того, что это действительно интересно, насыщенно и полезно. Что можно здесь пожелать? Только того, чтобы ваше время, ваши контакты действительно преобразовались в какие-то решения и, самое главное, финансовые результаты. Ну а компетенции Челябинской области и наших соседей, и наших коллег, они, безусловно, достойны того, чтобы быть представлены здесь. И уверен, они реализуются эти задачи, о которых говорил только что Асян Николаевич. Еще раз рад всех здесь приветствовать. Удачной работы. Сильно давят контрафакты вообще или нет? На самом деле мы потеряли бизнес из-за этого. Вот я, Константин, не даст соврать, что в свое время, здесь шума, наверное, в свое время мы производили где-то 36 гусеничных кранов в год. 36 штук. Зачем не так? Заводу 80 лет в этом году. Все же слышно. Ну это и ЗБУшные, тоже техники, и выславшие. Вообще заводу 80 лет в свое время его раскачивали для того, чтобы выпускать 365 кранов в год. То есть каждый день выходил один кран гусеничный. Затем, естественно, что промышленное строительство и крупные стройки немножко подустали. И в итоге мы вышли где-то стабильно на 36 гусеничных кранов в год. Сегодня я могу продать только 3-4 машины. Разработка Челябинского механического завода. Это все по-честному. Причем мы платим налоги, мы платим зарплату по-честному. Вот подойдемте к одной машинке. Вот представлена машина, которая утверждается, что она новая. С невооруженным глазом. Я просто... Перекрашена. Вы мне расскажите, как это можно назвать новой машиной? Ну как это можно назвать новой? И они именили сертификат на новую машину. Ну это риторическое просто. Ну конечно. Ну видишь невооруженным глазу сюда. Потому что в свое время я помню, как ваша служба нас просто проверяла, контролировала и все вопросы нам задавала серьезные. И проверяла нашу компетенцию. А на сегодняшний день почему-то получилось так, что ну вот даже по изношу и на плавке. Все, с 1 июля нету больше надзора. Отменили его. Мы везде отрубили. Мы писали, что необходимо сохранить надзор за самоходной техникой. Ну там еще верят. Например, с 1 июля больше надзора нету. Есть только за автомобили. Ящи Пандоры. Я считаю это преступление против Российской Федерации. Сложно, как сказать, давать оценки. Но я говорю факт, как есть факт. То есть реально сейчас надо заниматься. Мы об этом говорим. На сегодняшний день. Мне кажется, что самый зачинщик и самый лоббист всех этих неправильных решений правительства, это сертификационный центр. Потому что люди, которые просто так за большие деньги продают, ну небольшие, там понятные подъемные деньги продают, просто бумажку, сертификат на производство, не понимая, что. А там, наверное, заявительный какой-нибудь характер присутствует, когда человек скажет, я отвечаю, что это так. В итоге получается, что мы остались все безнадзорные. Мы сейчас все будут подделать нашу технику. Больше. В 20-м году чуть больше 100 проверок выявили пандемийной. В 19-м году порядка 350 проверок было. Реального уровня нарушения там 37. В 21-м нет проверок. Все, в прошлом городе отменился надзор. Действительно очень много нарушений. Чисто сертификационных. Мушная техника под видом новую продавалась. Получается, что все нету надзора. А реально раньше там 20-30 процентов проверяемых были нарушителем, действительно. Хотите я вам секрет, не секрет, а спрошу вам у вас интересный вопрос. Как вы думаете, сколько тракторных заводов в городе Челябинске? Как вы думаете? Ну, я могу только угадать. Ну, давайте кого знаем, давайте кого знаем. ЧТЗ, ДСТ Урал, ЧСДМ, ОФДМ. Ну, колюченко. Колюченко трактора не делает. Не делает? Нет. Еще девять есть. Еще девять. Как может девять, как может там, я путаю, может быть еще семь. Как не может быть в Челябинске девять заводов, которые делают трактор? Берут старый ЧТЗОИЦ, разбирает, шаманят, шаманят, чебоксарят, шаманят. Есть сертификат, выписывают, дают ПСМ новое и погнали. Ну, это же безобразие. Ну, именно эти нарушения находили, действительно. А кто с этим бороться будет? Ну, мы обратились, сейчас в мембромторку, сегодня совещание было, Александр Николаевич. Надо как-то возобновлять в каком-то виде. Мы готовы, лично готовы, указать металлогическую поддержку, как это проводить, проверки, как проводить испытания, если надо. Экспертизу. Ну, здесь, опять же, любая экспертиза покажет, что эта техника явно не новая. С сертификатом. Ну, такого, действительно, не может быть. Ну, конечно. А эта техника идет, в том числе, по госзаказу. Раз, второе. Да, гостаре, деньги на это тратятся. Ну, действительно, такие случаи есть. Ну, надо возобновлять. А самый главный вопрос, это же техника повышенной опасности для человека. Экология и травмы, конечно, конечно. Поэтому, я думаю, что... Эта техника не продается, никогда не доставляется. Ну, как-то вот так у нас все грустно. Ну, я над верить лучше, действительно. На мой взгляд, надо исправлять ошибки. Ну, и тот, кто признает свои ошибки, тот, наверное, мужественный человек. Или мужественный... Ну, наверное, не до конца убедили в свое время разработчиков законопроекта. Вот, наверное, наша ошибка. На мой взгляд, на мой взгляд, не специалисты пишут законы. Ну, опять же, мне сложно судить про специалистов, не специалистов, но факт есть факт, что называется. Не до конца убедили, значит. Значит, статистика вся у нас есть. Мы показывали, ну, доминопромторг опять сейчас мы это доводим, что действительно надо срочно этот вопрос решать. Еще раз повторюсь, не только вот эта продукция. По цементу большую проблему. Да, там все пойдет, конечно. И цемент, и, наверное, пищевые какие-то вещи. Пищевые – это не наш, это Роспотребнадзор. Это электрокабель, например. У нас очень такие хорошие были программы с ассоциацией, сейчас, как это называлось-то, кабельной промышленности. Нет, это честная позиция. Проводили много мероприятий в этой системе, находили кучу нарушений, выявляли жуликов. Ну, соответственно, тоже этот вопрос больше не решается, что называется, в 1 июле. Детские площадки в декабре прошлого года учили надзор. Нет, мы только в конце. У нас было много надзорных мероприятий в рамках стандартов. Потом был принят техрегламент на детские площадки. В части обращения этой продукции. В декабре нас надзор возложили, а 1 июля уже сняли. Тоже, опять же, вопрос есть. Есть куча заводов, которые производят эти площадки. Куча импортеров. Тоже надо как-то смотреть, проверять. Этот вопрос, к сожалению, сегодня урегулирован и сожженный. Спасибо. Дай бог вам здоровья. Борец его наш единственный. В общем, Рустам не будет помогать. И будем сейчас пробовать ездить. Так, командой, куда поедем? Трансмиссия тут гидростатическая, да? Да, да, да. Ну, если ногу уберете из газа. Она сама останавливается, да? Понятно. Вот так по кругу, да, едем? Да, да, да. Вот по самому дальнему, через гору. Так, а где мы сможем попробовать набрать земли? А сейчас проедем, к Шибенке можем подъехать. По дальнему, через гору. Ну, яму, да? Да, да, яму, потом гора. Ага. Там, к Шибенке, вон, подъедемте сами. Слушай, там подъем такой крутой. Ты меня, это, рули. Все, руль прямо держим и поехали газу. Там он немножко с поворотом направо же будет, да? Ничего страшного. Слушай, а руль очень легкий. Причем, я так понимаю, эта техника, она же уже где-то поработала, да, судя по внешнему виду? Да, это да. Так, ну, команда, потому что я машину плохо чувствую. Там справа нас девчонка обгоняет. Молодец какая. Ну, наверное, через гору побоялась. Не хватает, вот хочется, это, зеркала классно, монитор бы еще заднего вида. На том есть? Есть, да? Камера, да. Сейчас они покатаются, поднимитесь, снимите. Не, я бы тогда сейчас на бульдозере еще проехал. Пожалуйста. Ну, удобное управление, че, щелчок назад, щелчок вперед. Да, джойстиком удобно, кнопку вперед, кнопку назад, поехали. Прикольно. На погрузчике я прокатился, сейчас попробую на бульдозере. Очень похож бульдозер, который у вас на выставке был, армия. Он, наверное, один-один, так скажем, даже ничем не отличается. Только цвет, цвет он только другой. Да, да, да. Павел, ну, вкратце мне расскажи, че, вперед, назад, лево, право. Так, здесь кнопка безопасности, кнопка паркинг, обороты двигателя, ручка. Кнопка старт-стоп, она же и включение массы, включение-выключение. Джойстик, отвечающий за управление движением, вперед-назад, лево-вправо. Здесь кнопки идут по повышающей передаче, по нижающей передаче. Передача переключается в движении. Вначале, когда запускается машина, у нас выставлена третья передача. С первой по третьей передачи тяговая, с четвертой по шестую – это транспортная передача. Опять, джойстик отвечает у нас за управление органами навесного оборудования, отвалом. На себя отвал поднимается, от себя опускается, влево-вправо перекос. А вот здесь кнопка снизу, я чувствую, это что такое? Кнопки, функционируют только две кнопки. Что на этом джойстике, что на этом? Это включение рыхлителя, включение-выключение. Это плавающий режим на отвале, включение-выключение огня. Включаем рыхлитель, загорается индикатор, так же и плавающий режим, включаем на отвале, здесь тоже, так же показывает индикатор. Но рыхлитель нам не нужен. Ну всё, выставляем обороты. Отжимаем кнопку безопасности, паркинг, джойстик наклоняем вперёд и сначала, конечно, отвал поднимем. Субтитры создавал DimaTorzok This is the future. Шумноват, конечно, из-за того, что дверь открыл. Так бы тише было, да? Павел, спасибо большое. В общем, я хапнул адреналина, честно скажу, на бульдозере больше, чем на погрузчике. Особенно вот он, научиться надо ещё плавно поворачивать, иногда рывками. Ну так, конечно, зверюга. В общем, вот на такой зверюге я покатался сейчас. Выставка «Стройдорэкспо», Калачёво, Челябинск. Калачёво, Челябинск. Калачёво, Челябинск.